Вчера я поняла, а ну да, это я уже читал. Муж ушел полтора года назад, мы в разводе. Перед этим у него от любовницы родилась дочь, сейчас ей два года. Я его простила, вот молодец, молю за него, простила его женщину, с которой он живет. Смотрите, видите, как меняется судьба человека, давайте читаем дальше. Мы общались, он помогает мне по дому. Платит элементы на дочь, у нас учится, а у нас что-то ночует. При этом все спрашивает о своей сожительнице, скрывает от своей сожительницы. Полтора года уже прошло, а на сердце у меня грусть. Пусть, нужно ли еще ждать или нет, мужа или нет. И чего вы ждаете, он уже у вас в руках. Видите, как меняется судьба. Нам все мало. Вот сколько вы рушили свою жизнь, да, и довели его до такого состояния, что он убежал. Теперь вы его постепенно, так же постепенно, как рушили свою жизнь, постепенно возвращаете. Надо продолжать. Не надо, вот вы понимаете, красные люди привязаны к результату. Вы просто молитесь, понимаете, чтобы у вас жизнь организовалась. Богу молитесь. И если ваш близкий человек потянулся, значит Бог его тянет. Вот сейчас Бог его тянет, я это вижу. Тянет его, потянул к вам назад. Оттянуться же тяжело. Вот он тянет, тянет, потянет, вытянуть не может. Что дальше делать? Вам что хочется, счастья или служения? Вам хочется счастья, вы страсти находите. Поэтому вы говорите, когда счастливой уже буду, сколько можно мучиться? А когда счастливой стало, все нафиг, не нужна эта молитва, все до свидания, просто обалдеем. С мужем живем. Надо просто жить, продолжать. Надо служить, молить, Богу служить, молиться. Продолжать свое служение ему. Видите, он уже заботиться о вас начал. Уже муж начал приходить, начал раскаиваться там, что-то разговаривать с нами. Уже беседа пошла, восстанавливаются отношения. Продолжайте дальше. Если отвалится, другого Бог даст. Не думайте, что он вас не видит. Он с вами строит отношения, Господь. Но так как вы хотите думать только о себе, вы этого не знаете. Ну и что? Вы Бог? А что тогда вы меня об этом спрашиваете? Вы же его сами не можете притянуть к мужу? Это вы раньше думали, что вы нашли себе мужа. Это Бог вам его нашел? Вы неправильно себя дели с ним. Постоянно его мучили. Гоняли по подоконникам. Но он не выдержал и спрыгнул. Другой тетке приклеился. С ней тоже не сахар. Почему? Потому что везде не сахар в этом мире. Но вы не знаете, как сложится ваша судьба дальше. С ним, не с ним, вы не знаете. Вы просто молитесь Богу. Муж начал возвращаться. Значит, Бог его хочет вернуть назад. Ну нормально. Надо молиться дальше. Но так как вы корыстны на стройке. А вдруг это? А вдруг кто? А он если ко мне перейдет, у него там тоже женщина будет. И много других вопросов. Почему? Потому что я хочу для себя, все время для себя. Щечки свои набивают. Надо это сознание победить, сердце. Вы же никогда не думали о нем, об этом человеке. Вы сейчас только о себе все время. О нем же не думаете, как ему, вот чего. Только о себе. Это я, поэтому мы и страдаем. Скупец не может быть счастлив, понимаете? Вы пожелайте ему счастья. А что думаете о себе тогда только? Хорошо, читаю записку, подожжу вот эту гонку. В результате моего грубого поведения полтора года назад мой муж ушел от меня. Вернее, в результате грубого поведения жены я полтора года назад ушел, устал просто от ее вот этого настойчивости, напора постоянного. Ушел к другой, не выдержал. Тяжело стало. Постоянно недовольная, постоянно капризничает. Постоянно злится. Устал. Ушел к другой. Любовница, завел любовницу дурак. У нас там дочь родилась. Но я жену-то люблю, поэтому я решил... У меня там ребенок тоже, дочь. Я начал назад пытаться как-то ходить. Чувствую, что жена как-то молится. Наверное, уже простила меня. Вот. Но она... Боюсь к ней возвращаться. Потому что она все равно о себе только думает. Поэтому такая у меня жизнь несчастная. Ни туда, ни сюда. Я знаю, что так и есть. Потому что, когда я читал, я думал о нем. А вы о нем не думайте. Вы только о себе думаете. Попытайтесь понять этот момент. Что мы вот такие. Я тоже такой же, как вы. У нас у всех одинаковое корыстное, греховное сердце. Понимаете? И мы должны вырваться из этих тисков. Тисков страсти и невежества. Надо понять, что Бог, Он не ставит никаких условий нам. Он нас всех любит. Но мы негодяи по своей природе. Мы не хотим любви. Мы хотим для себя все время жить. Поэтому жизнь наша несчастная такая. Но как только мы начинаем меняться к святости, обращаемся в своей жизни, чистоту, хотим сердце культивировать, тогда в этом случае Бог срывает вот эти оковы, кандалы страсти Он срывает. Люди по-человечески к нам начинают относиться. С чистыми, хорошими людьми Он нас сводит. Близкие люди по-другому начинают себя вести. Все меняется в жизни. Когда мы сами встаем на путь правды. Но путь правды, он состоит, знаете, из чего? Что человек забывает про себя. Он думает, как же мой муж себя так ведет? Как живет? Почему он от меня ушел? Вот мне интересно знать. Господи, я хочу в молитве узнать, почему он от меня ушел. Я никогда об этом не думал. Я всегда считал, что он виноват. А вот древняя буддийская мудрость говорит, в этом мире нет виноватых людей. Есть люди, которые не знают, как правильно жить. И все. А мы всегда всех чувствуем виноватыми вокруг себя. Это значит, что мы находимся в двойственности, в страсти. Я хороший, ты плохой. Я победитус, ты проигрантус. Или я проигрантус, он победитус. Понимаете? Очень хороший человек. Вы смиренно выслушали меня. У вас все получится. Все будет хорошо. Я уже вижу победу. Веет победой уже. Я чувствую ее. Не надо просто торговаться судьбой. Не надо требовать от судьбы чего-то. Судьба этого никогда не любит. То, что Бог дал уже сейчас, это хорошо. Вот для вас, сколько вы можете принять, столько Он дал. Если сейчас муж прямо сейчас к вам перейдет, придет назад, вы не сможете с ним жить вместе. Я вам могу это доказать. Первое. Вы его не простите. Потому что вы его не простили, хоть и говорите, что простили. Вы его не простите. Потому что прощение означает, что люблю тебя таким, какой ты есть. А вы его любите таким, какой он был, а не какой он есть. А сейчас у нее еще другая женщина. Первое. Вы его не простите. И второе. Вы хотите прежних отношений, как были. А они уже другие будут сейчас. Вы не готовы пока. Когда будете готовы, он сразу вернется. Он не чувствует, что он сможет с вами жить. Он пытается уже сейчас вернуться, но не может. Потому что вы не готовы. Это означает, что вы не отработали свою плохую карму. В прошлой жизни вы были мужчиной очень жестоким. Жесткий стиль был такой. И вы сейчас заработали такую судьбу. Сейчас вы это отрабатываете. Вы это не знаете сами. Поэтому вы думаете, что почему судьба ко мне так жестокая. Пытайтесь вырваться из невежества. Видите, животные вообще про себя ничего не знают. Они страдают очень сильно. Люди — это чуть-чуть выше животных. Мы не знаем своей прошлой жизни. Мы не знаем, что есть Бог. Мы не знаем, как идти этим путем. Мы живем просто сегодняшним днем. Мы не знаем, что будет следующая жизнь. Мы для нее вообще ничего не делаем. Мы зарылись в этом. Муж, сын, жена. Мы не хотим работать над собой совсем. Понимаете? Смотрим всякую дребедень по телевизору. Это все признак того, что мы очень ограничены в своем сознании. Оно только пробуждается сознание. Мы не понимаем, что происходит вообще. Мы не знаем, что скоро помирать. Мы от себя отбрасываем эту мысль подальше. Это все признаки того, что мы очень недоразвитые. Мне вчера одна девушка рассказала, как во сне к ней приходили какие-то высокие существа. Сияющие существа такие приходили. И я, так как я вижу тонкий мир, я почувствовал этих существ и начал настроиться на них. Начал понять, пытался понять, кто это. И лег уже спать перед сном и начал настраиваться. И почувствовал, что этот город Красноярск, он находится в таком месте, в таком пространстве, что здесь много чистоты достаточно. И вот эти высшие существа какие-то, здесь легко им как бы до людей достучаться. Я начал настраиваться на этот высший мир, попал в эту среду, почувствовал эти сияющих людей, пытался как бы приблизиться к ним в своем сознании. И уже чувствую, что я вот подхожу к этому городу, как бы захожу вот туда, в это пространство. И потом я почувствовал, там есть какая-то охрана, как будто меня не пускают туда. Я попытался туда пройти так, щелк, и все рассеялось, щелк по мозгам. Ну то есть, не положено. И все, и больше мне даже желания туда уже не осталось двигаться в этом направлении, думать. Видите, мы мало знаем об этом мире, мы ничего не знаем, что здесь происходит. Думает, Олег Иванович фантазер большой. Я изучаю тонкий мир, поэтому я вижу отношения между людьми. То, что я говорю, вы, ой, правильно, Олег Иванович. Но это наука, понимаете, я просто это вижу, поэтому говорю правильно или неправильно. Некоторые меня даже за это критикуют, он видит что-то там, видит, он шизофреник какой-то. Я спокойно к жизни отношусь к жизни. Пусть что хотят, то и говорят, какая разница. Главное, кому можешь, тому поможешь. Кому не можешь, так и не так не поможешь. Что делать? Но вы лучше, чем я, потому что вы слушали, а я говорил. Я говорил вам горькие вещи, и вы слушали, принимали. Если мне кто-то горькие вещи скажет, еще не факт, что я приму. Так что продолжайте, все будет нормально. Почему после еды, даже после кружки чая, сильно в сон клонит? Значит, у вас слабый огонь пищеварения. У вас нет сил переваривать пищу. Нужно больше зарядки, больше движения, больше солнца, больше земли, больше воды. Вот я сегодня покупался в Енисее. У меня такое пищеварение, что там все переварилось, и все сразу классно. Обычно люди, когда очень слабое желание жить, ничего не переваривается, все плово, все тяжелое. Это такая внутренняя лень. Надо себя заактивизировать. Новый русский встретил своего приятеля старого. Он такой худой-худой. Он говорит, что ты худой, не кушаешь, что ли? Он говорит, ну не кушаю. Но надо себя заставлять. Тут просто нищий. Почему после еды? А к вечеру хочется покушать. Сгорается к вечеру только огонь пищеварения. Надо поактивнее жить. Раньше вставляют зарядочки там. Если ты в своей квартире, бег на месте до изнеможения. Понимаете, да? Расскажите о славянской культуре, древнеславянских ведах. Откуда веды? Из Индии. Моя цель – нравственные беседы. Я не хочу людей уводить в какие-то веды. В Индии, в славянские, там, эти наши, эти не наши. Все враги вокруг. Мы славяне, мы не православные. Война православная. Мы староверцы. Я как бы не для этого сюда пришел. Вы сами между собой разбирайтесь. Но благостные люди, они любят все веры. Они не враждуют, понимаете? Начали жить с молодым человеком. У меня на тот момент была уже дочь двухлетней. Классно? Собирались зарегистрировать отношения, но так и не сделали этого. У нас родилась дочь. Через три года мы разошлись. И он считает своим долгом содержать меня и детей. Поэтому никакой другой семьи не считает возможным. Это значит, что не разошлись. Сейчас я объясню. Я не знаю, как мне выстраивать с ним отношения. Муж он мне или просто отец детей. Как быть? Вот смотрите. Никаких отношений не было. Понимаете? Просто была влюбленность. Она кончилась. Когда люди в страсти заканчиваются влюбленность, они не могут быть вместе. Они расходятся. Понимаете? И слава Богу, они считают. Потому что будет другое наслаждение уже, другое счастье. И поэтому, когда расходятся, они поют такие песни. Прощай со всех вокзалов, поезда, Уходят дальние края. Прощай, прощай, мы расстаемся навсегда Под белым небом января. Прощай, прощай, и ничего не говори, И ничего не обещай. А что понять мою печаль? В густое небо посмотри. Ты, помнишь, плыли в вышине, И вдруг погасли две звезды. Ну лишь теперь понятно мне, Что это были я и ты. Понятной системы, нет? Люди в страсти не хотят семьи, Не хотят наслаждаться сексом, отношениями. Не нужна семья. Семья — это благостная вещь. Семья нужна для страданий совместных, Для отработки кармы, Для того, чтобы судьбу менять. А страстным людям нужно просто наслаждаться. Поэтому между вами не было близости никакой. Вы просто наслаждались, пока могли вместе. Потом наслаждения кончились, Разошлись, как в море кораблей. Всё. Но так как привязанность осталась, Она вас и мучает. Вы думаете, что мне делать, Олег Геннадьевич? То ли он мой муж, То ли сын моих детей. Я не знаю, что с ним делать. Да, отец моих детей. Не знаю, что с ним делать. Помогите, Олег Геннадьевич. Да вы не были с ним родственниками совсем. Родственники — это те, Которые очень близко разговаривают друг с другом, Строят близкие отношения. У них одни цели, Одно понимание жизни. Не просто вместе пожили и разошлись, А у них есть что-то общее, понимаете, в жизни. Это общее их держит. А общее бывает только у благостных людей. Это только благостные люди стремятся куда-то. Они как лебеди. Лебеди, смотрите, плывут в одну сторону. Они очень верные. Но они не смотрят друг на друга. Они всегда плавают в одну сторону. Они всегда молчат. Они разговаривают сердцами. У них сердца связаны друг с другом. Не словами, не... Как эти вороны? Кар-кар-кар-кар-кар-кар. На свалках, которые встречаются. Лебеди в чистых водоемах плавают. В чистых водоемах означает возвышенную жизнь ведут. Они плывут в одну сторону. Один лебед погибает, другой не может без него жить. Любовь его заставляет тоже оставить тело. Я хочу, чтоб жили лебеди. Это песня про верность. Но верность бывает только между теми людьми, которые действительно служат отношениям. И вы можете прямо сейчас начать служить отношениям. Прямо сейчас. Потому что он вас не бросил. Человек бросает, он хочет другой. Он, смотрите, остался верным. Просто он не знает, зачем с вами жить. Ему никто не объяснил. Он не знает. Ну нет, ну как бы нет, нет, все. Кончилось наслаждение. Все, что делать вместе? Пошел жить отдельно. Но бросить не можешь, потому что он лебедь. Верный человек. Не ворона. Ворон тоже лебедями становится, если знание получать. Надо начинать внутреннюю жизнь. Надо настроиться на святого человека. Рано утром сесть. Зажечь огонь. Включить духовную музыку. Потому что без музыки невозможно настроиться. Нужен какая-то помощь нужна человеку для начала. Начинает слушать голос. Голос — это огромная сила. Особенно любого человека, кто молится. Пускай это монах какой-то будет. Тот человек, который молится, он уже мне старший. Он для меня уже как святой. Не надо себе слишком какие-то горизонты там высокие искать. Это признак страсти, опять же. Все плохие, но есть только святые. Есть два категории людей. Есть святые, а остальные все плохие. По страсти. Чего-то в монастыре живет. Все монахи, алигеночки, вы не знаете, там кто-ли лесбиян, там кто-ли еще. Голос святого человека. Или просто молящего человека. Вместе с ним начинаем молитву. Когда один молится, другому помогает. Молитва должна вместе всегда звучать. Совместно. Одному очень трудно. Голос молящегося человека. Лампадка. Изображение святого человека. Я кланясь ему. Я хочу поменять свою жизнь. Я хочу быть таким же чистым, как ты. Помоги мне, пожалуйста. Я хочу поменять твои наставления. Я хочу заново другую жизнь начать. Плакать в сердце, звать чистоту в своей жизни. Постепенно сердце начнет спокойным становиться. Страстному человеку только спокойным сердцем стал. Все, молитва закончена. Пошел. Ну, только нужно счастье. Ему не нужно служение. Чуть лучше стало. Все. До свидания, молитва. Продолжаем счастливую жизнь. Наслаждаться. Но постепенно он понимает, что это не жизнь. Это самообман. Постепенно человек для молитвы начинает жить. Он строит в молитве отношения со святым человеком. А так как в сердце живет вот это чувство, мне нужно вернуться к близкому человеку. Или вернуть себя к человеку, мне нужно. Поэтому это чувство будет обязательно подпитываться силой этой молитвы. Даже можно об этом не думать. Все равно будет думаться, все равно будет подпитываться. И постепенно что происходит? Этот человек близкий, который был близким, но он и не близкий. Потому что сердца закрыты. Так как это родственник, вы связаны с ним. Между вашим сердцем и его начинает устанавливаться отношение любви настоящей. То есть он начинает вспоминать, как вы встретились. Начинает вашу чистоту вспоминать, что это хорошая женщина на самом деле. И он захочет это проверить. Прийти, просто пару слов сказать добрых. И начинаются отношения после этого. Сначала они в сердце устанавливаются. А потом они устанавливаются уже в словах. И насколько вы установите это отношение, настолько вы будете вместе. Этот человек, понимаете, Бог людей связывает и развязывает. И поэтому не надо беспокоиться. Бог, если меня с кем-то развязал, значит он уже знает, с кем он меня свяжет. Почему же он меня ни с кем не связывает? Потому что я не готова. Я не достоин. Поэтому нужна молитва, нужна духовная жизнь. Нужно свое сердце учиться делать теплым, делать глубоким, способным служить другим людям. И не надо беспокоиться о том, что ничего не будет. Будет обязательно. Потому что, смотрите, видите, как это мужчина никого себе не находит. Представьте, какая аскеза в мужчине. Вот он от одной ушел и никого себе не ищет. Это и содержит женщину. Содержит ее, отдает ей свой труд. Это значит, что он никуда не ушел. Просто он не может жить вместе, потому что незачем. Людям в страсти незачем жить вместе. Понаслаждались, разбежались. Все. Это закономерность. Так все живут. Не то, что вот только у меня так. У всех так получается. Нет, Олег Геннадьевич, некоторые долго живут. Да, некоторые долго мучаются. Нет, они не мучаются. Значит, они в благости. Значит, у них есть вера. Значит, они стремятся работать над собой. Что-то делают в этой жизни. Меняют. Благостные люди не расходятся. Понимаете, то есть в чем проблема? Проблема в низком уровне сердца. Развитие сердца. Поэтому он никуда не пришел, не ушел. Надо молиться Богу, развивать себя как личность. Прощать, просить прощения. И постепенно этот человек вернется. В этом нет сомнений. Надо немедленно сегодня же начать это делать. Что если свекровь очень? Когда свекровь сразу очень нечестно ведет себя по отношению к другим людям. Я вижу ее жадность, эгоистичность и большую нечестность. Мне хочется подальше держаться от нее. Но мужу от этого полно. Как поступать? Очень просто. Берете автомат. И убивает сразу мужа, и сверху ровь. Все. Нет человека, нет проблем. Смотрите, это удивительное. Да, спасибо. Это удивительная вот эта вот связка, да? Теща, свекровь. Да, удивительная связка. Связка такая. Это отношение, привязанность. Вот смотрите, допустим, мать привязана к своей дочери. И если дочь, допустим, встретилась с каким-то парнем. Мама, я влюбилась. Молодец. Хорошо. Мама, я влюбилась. Ну, молодец, доченька. Хорошо. Потом раз пришла домой, тишина молчит. Дочка, что с тобой? Не говорит. Значит, любилась. И мама начинает переживать. Почему? Потому что дочку-то перетягивают. Она чувствует, она привязана, она хочет наслаждаться своей дочкой, да? Хочет испытывать счастье от нее, хочет эксплуатировать ее энергию любви. Не служить ей, а эксплуатировать ее. И потом раз какой-то козел, точно так же, как я, хочет, начинает эксплуатировать энергию моей дочки. Даже не надо смотреть на него, и так ясно, что он козел. Не надо разговаривать, не надо смотреть, уже заранее понятно. А если немножко приглядеться, то тем более понятно. Потому что он, этот козел, он похож на меня в молодости. Потому что всегда люди очень похожи друг на друга. А если моя дочка выходит за кого-то замуж, я уже вижу, что этот человек не тот. Потому что я же на этом уже обожглась, моя хорошая. У меня такой же был. Я встретил девушку, очень хорошую. Мы полюбили друг друга с ней. Но я тогда еще не знал, что ее мама немножко ледурковатая. Она сразу, с первого дня, мне не доверяла. Только меня увидела. И сразу начала на меня коситься. Как будто бы я ей что плохого сделал. Я вот ее дочке только добра желаю. А она смотрит на меня косо. Нечестно ведет себя по отношению к другим людям. Я вижу ее жадность, эгоистичность и большую нечестность. Чувствуете, нет? И это бесконечно. Какой выход? Молитва. Когда человек помолился святому человеку, он очистил свое сердце. И у него появилось желание наладить все. Он уже считает себя причиной проблем. Хоть это и невероятно. Неужели это правда, что она может быть нормальной теткой? Это свекровь. Ну неужели вообще это? Вот это монстр этот. Неужели Алик Инатьевич, он может быть хорошим? Помолился еще немножко. Он смотрит, что она, эта женщина, она просто очень строгая, принципиальная. А я такой весь раздолбай. Я сейчас уже в ситуацию вошел. Вижу, как человек помолился и чувствует, что вот какая она, какой я. Поэтому она ведет себя так жестко со мной. Принципиально. Хочет, чтобы я тоже был серьезным человеком. Или девушка, допустим, так должна думать. Теперь еще помолилась или помолился. И сердце, когда стало уже теплым, я начинаю другую жизнь. Неважно, как человек себя вел, я верю, что он хороший человек. Поэтому я пою. Слушай, теща, друг родной, помоги. По закону мы с тобой не враги. А по сути, ведь сказать, мы родня. Ты почти вторая мать для меня. Кто написал записку, сможете? Что если свекровь очень нечестный, сможете спеть песню? Василий Иванович, а если пять тысяч белых будет, победим? Победим, Петька. А десять тысяч? Победим, Василий Иванович. А если пятьдесят тысяч? Будет победим. Пойдем спать, Петька, уже поздно. Понимаете, да? Вот первая степень. Это вот она такая плохая, я такая хорошая. И вообще, что, непонятно вообще, дурдом какой-то. Потом молитва. Она нормальная. Просто у меня есть недостатки. Конечно, она загибает. Но в целом можно жить. Я думаю, что можно исправить ситуацию. Дальше молимся. Следующая стадия отношений. С свекровью, с тёщей. У них есть вот то, что действительно меня воспитывает. Есть, в ней есть что-то такое, что мне нужно. Её вот поведение, оно очень важно для меня. В Омске очень сильно меня кормят. И просто до отвала. И здесь тоже. На лекции меня спрашивают. Олег Геннадьевич, а почему во время лекции вот так делаете? Простите, Венис, от любви. Спасибо, всё было очень вкусно. Итак, попробуйте. Вот то, что я сказал, вы не верите в это 100%. Вы думаете, что она вот такая вот бандитизмом занимается. Вот. Надо начать другую жизнь просто. Попробуйте, начните вот это вот отношение сердец. Молитва и всё прочее. Понимаете, бывает в крайних случаях, когда люди вообще без башни. То есть действительно близкие люди без башни просто. Бывает иногда. Очень редко. Скорее всего, не в вашем случае. Потому что, если было в вашем случае, вы бы сказали, Олег Геннадьевич, я уже простил свекровь. Или простила свекровь там. Я уже как бы всё нормально садил. Но почему-то она вот как-то всё равно в лёгком неадеквате. Ну, ничего страшного. Если у вас сердце тёплое, оно ничего вам плохого не сделает. И вас это не будет волновать. В чём проблема? Проблема в том, что у вас в сердце вот здесь что-то есть. Вы со своим сердцем разберитесь просто и всё. Я вот уверен, что в этом случае всё будет по-другому. Человек просто поймёт, что ему такой человек нужен для исправления. Потому что жена не скажет как бы о недостатках, а свекровь скажет. Или кто там? Муж не скажет, а свекровь скажет. Как там правильно? Правильно? Муж не скажет, а свекровь скажет. Ну, то есть, понимаете, близкий человек, который стоит на другом стороне корабля, он будет говорить всю правду обо мне. Немножко жестковато. И это нужно для того, чтобы развиваться. Всё. Учитесь принимать эту правду, которую трудно принять. Кажется, что это неправда вообще сначала. Потом поймёте, что много правды в этом. Пытаюсь заботиться о вас всех. Взяла все хлопоты о бабушке на себе. На себя. О, молодец. Упахиваюсь. В итоге упахиваюсь и валюсь с ног. Как же быть женщиной в горизонтальном положении, если вся в заботе в 18 часов в сутки? Не надо так. Нужно распределять нагрузку. Человек должен трудиться, но вот эта идея, я упахиваюсь. Она неправильная. Я тоже работаю с утра до вечера. Я вот сейчас приём веду. У меня сейчас лечатся люди в моём центре, а я по фотографии консультирую их. Приём веду. У меня нет свободного времени, но я не упахиваюсь. Потому что прежде чем работать, начать, я сажусь и думаю, зачем это надо. И это дело для людей, для Бога. Когда я так настраиваюсь, я счастлив во время этой деятельности. Прежде чем начинать деятельность, человек должен отдать её. Он не должен быть, а, я упахиваюсь, мне хочется отдохнуть. Это неправильный настрой в целом. Если вы работаете, работайте для души. Не упахивайтесь. Когда человек трудится для души, он счастлив, он живёт в счастье весь день. Он не упахивается. Человек в благости тоже трудится, но он не упахивается. Он просто радостно трудится весь день и всё. Сколько нужно. Вот я вчера уехал домой в 12-м часу. Люди спрашивали, что-то хотели узнать. Кто-то сфотографироваться, кто-то цветочек, кто-то фруктик получить. Это нужно сделать, потому что всем нужна любовь. Это не то, что я упахался. Всё, берите свои фрукты и уматывайте. Знаете, я просто вот с любовью отдавал, что нормально всё. Я счастлив, я дальше хочу так жить. Если ещё так сделают, я так же опять буду. И я хочу умереть здесь на сцене для людей. Вот. Это жизнь, нормальная жизнь. Если вы упахиваете, значит, вам не хватает жизни молитвы, осознанности. Не хватает, потому что вы не знаете, зачем вы это делаете. Вы, допустим, хорошими делами делаете, занимаетесь, но не знаете, зачем. Нужно в сердце работать. Понимаете, веды говорят, тот, кто видит действие бездействие, то, что для всех бездействие, он считает это действием. А то, что для всех действие, он считает это бездействием. Такой человек является настоящим мудрецом. Вот все люди, они упахиваются снаружи, а надо упахиваться в сердце. Надо там всё оформить. Это действие настоящего. Действия идут в сердце. Между сердцами должно действие установиться. Надо простить сердце, а потом отношения строить. Надо сначала молиться, а потом думать, почему он не возвращается. Понимаете, надо сначала в сердце действовать, а потом уже внешнее действие должно быть. Внешнее действие это бездействие Вот внешнее просто пахать Это бесполезное дело В сердце надо пахать Тогда внешнее все само будет меняться Некоторые люди думают, что надо пахать Могу пахать, могу не пахать А надо действовать внутри Работать над собой В этом действие заключается Некоторые подходят ко мне и говорят Олег Геннадьевич Как вы поставили так свой голос Что вас так много людей слушает Да я его не ставил Я просто всегда молился Я не думал о своем голосе вообще Вы держите аудиторию Да не держу я аудиторию Эта аудитория меня держит Потому что я хочу приходить на лекцию Вам не тяжело так много работать? Я не работаю, я отдыхаю